Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Власти страны заявляют, что кризис кончился. По их оценкам, падение ВВП в первом квартале оказалось лучше предварительных расчетов. Всего-то 1,9%, что на 0,3% лучше прогноза. Следовательно, экономика больше не находится в кризисном состоянии. Теперь власти всерьез ожидают начало роста экономики. Разумеется, сразу все последствия преодолеть не удастся. Но зато через несколько лет... Но это ничего. А вообще спасибо, что предупредили, а то мы тут не в курсе, что кризис кончился. На этой неделе РЖД планирует открыть книгу заявок на размещение облигаций на 30 миллиардов рублей. Планируется, что бумаги РЖД выкупят НПФ и управляющие компании. Другими словами, пенсионными деньгами проспонсируют РЖД. Но это еще не все. Дело в том, что ставка купона составляет 11,75% годовых. Ожидаемая максимальная доходность – 12,1% годовых. Сколько нынче ставка в коммерческом банке по кредиту? Минимум 25%. А у пенсионеров можно взять в два раза дешевле. Хорошо, если вернут. Но лично у меня в этом есть сомнения. 18 мая курсирование поездов Таллин-Москва прекратится на неопределенный срок. Причина – серьезное сокращение числа туристов на линии. Последний поезд Санкт-Петербург-Таллин уже перестал ходить с 11 мая. Та же участь постигла и московский рейс. Тем не менее, эстонская сторона сохраняет оптимизм. Предприятие железной дороги Эстонии ведет переговоры с российскими железными дорогами о сохранении поезда Таллин-Москва. Однако договоренности стороны пока не достигли. Ну а что эстонцы хотели? Что после незаконных санкций турпоток увеличится? Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС в первую минуту торгов подрос, индекс ММВБ в минусе на отметке 1691 пункт. Среди лидеров роста – полюс золота, группы ПИК, МВИДЕО, Сургутнефтегаз и Полиметалл. Аутсайдеры – Солер, Странснефть, аптечная сеть 36,6, МРСК-центра и Магнит. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день умеренным ростом. На азиатских площадках динамика движения индексов разнонаправленная. Ключевым событием недели станет публикация протоколов заседания ФРС США, намеченная на среду. Курс доллара на 18 мая – 50 рублей 1 копейка. Курс евро – 56 рублей 98 копеек. Золото стоит 1955 рублей за грамм. Серебро стоит 27 рублей 74 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 67 долларов 52 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.